Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Увеличить расходы на уборку города от снега и закупку новых специализированных машин. Такое решение приняли городские власти и депутаты на выездном совещании. Два берега одной реки соединены и строители завершили надвижку пролетных строений моста через сток. Ее содержимое способно отравить до 20 кубометров почвы и более 400 литров воды. 18 февраля во всем мире отметили день батарейки. Как ее утилизировать? Увеличить расходы на уборку города от снега и закупку новых специализированных машин. Такое решение приняли городские власти и депутаты на выездном совещании. Они проверили, как убирают снег во дворах и на городских улицах. Побывали на полигоне, куда вывозят снег. Вместе с ними в рейд отправилась Мария Левина. Работа под чутким руководством городских властей и депутатов партии «Единая Россия». Сегодня утром они отправились в рейд, чтобы проверить, как убирают снег в дворах. Здесь эта обязанность лежит на плечах управляющих компаний, а внутридворовые проезды и городские дороги приводят в порядок подрядчики. Есть хорошие дворы, а есть дворы, которые не чищены. Сегодня, если говорить по позиции дворов, то выходы из подъездов очищены на 95%. Это по городу называют. Если мы говорим о тротуарах, то это цифра 75-77%. Если мы говорим о дворовых проездах, то эта цифра варьируется от 62% до 75%. Вот в этой части мы говорим, то есть не одинаково эта работа организована, потому что есть проблематика с управляющими компаниями. Ужесточить регистрацию управляющих организаций. С таким предложением городские власти вышли к депутатам губернанской думы. Свои предложения мы депутатскому корпусу направили по взаимодействию управляющих компаний, это по лицензированию, ужесточению лицензирования по управляющим компаниям. Это то, что должна быть ресурсная база в первую очередь, ответственность. То есть когда будет лицензирование, все-таки и управляющая компания будет более ответственно подходить к исполнению своих обязанностей. Снег из дворов и городских улиц должны вывозить на полигоны. Их в Самаре 9. Но не все коммунальщики выполняют эти требования. Некоторые оставляют сугробы во дворах, либо вывозят на ближайшие дороги. На полигон же только за последние сутки вывезли порядка 10 тысяч тонн снега. С начала сезона более 640 тысяч тонн, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы справиться с таким объемом, необходимо дополнительное финансирование на обслуживание города в зимний период. Люди под знак отставляют машины. При этом как компании, которые занимаются уборкой снега, объехать эти машины? Управляющие компании, которые должны снег вывезти, они скидывают на проезжую часть. Это еще одна ответственность. Ну и безусловно, самая серьезная проблема – это недофинансирование этой отрасли. На что будет воспроизводство основных фондов? Это тоже на сегодняшний день очень серьезная проблема. И ее в комплексе надо решить. Деньги нужны и на обновление технопарка. Отремонтировать старые машины и закупить новые. Учитывая круглосуточную работу спецтехники, нагрузка на ее эксплуатацию максимальная. Как итог – быстрый износ. Поэтому необходимость в увеличении числа машин крайне острая. Депутаты ГУП Думы приняли решение вынести предложение о выделении средств из вышестоящих бюджетов на закупку новой техники. Сегодняшняя зима, она, ну, скажем, очень капризная. Мы понимаем, что мы живем, так сказать, не в субтропиках. Но, тем не менее, когда на прошлой неделе у нас был ливень и на утро, так сказать, мороз, понятно, что это, так сказать, обледенение, это дополнительные реагенты, которыми нужно обработать, вот. Это дополнительные человеческие ресурсы. На сегодняшний день, вот, недостаток как раз ресурсов по вывозу, то есть оплаты данной услуги. Выйдем с инициативой, чтобы пересмотреть рамки действующего бюджета и необходимое количество и достаточных средств направить на завершение зимнего сезона. В ближайшее время инициатива увеличения бюджета на содержание городских территорий будет рассмотрена в Городской Думе. А Единороссы планируют вынести на рассмотрение в правительство вопросы выделения средств на покупку спецтехники. Мария Левина, Константин Головин. События. Два берега одной реки соединены. Строители завершили надвижку пролетных строений моста через СОК. Самая трудоемкая часть работ была выполнена на год раньше установленного срока. После ввода объекта в эксплуатацию участок дороги расширят до четырех полос. Это позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную трассы. Последние штрихи строительных работ удалось увидеть Ольге Павловой. Морозная погода не помеха для работ по возведению нового моста через реку СОК. Работы идут с опережением графика. На объекте монтируют консольные участки пролетного строения. Вскоре конструкцию расширят и немного опустят на опорные части. Завершающим штрихом строительства станет обустройство мостового полотна. Рабочие установят барьерное ограждение и приведут в порядок асфальтовое покрытие. На данный момент нам осталось смонтировать в порядке шести консолей. Примерно по монтажу это 40 тонн металла для расширения пролетного строения. Холодно, конечно, но процесс работы все равно идет. Стараемся, работаем. Самая трудоемкая часть работ на этом объекте была выполнена на год раньше установленного срока. Строительство нового моста началось в декабре 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и должно было завершиться в середине 2022-го. Своевременное финансирование позволило ускорить темп работы, построить мост с опережением графика. Новая конструкция через реку Сок позволит разгрузить выезд Красноглинского шоссе на региональную и федеральную трассы. Работы по возведению автомобильной переправы идут круглосуточно, несмотря на сильные морозы. В мороз, конечно, работать сложно, но можно. Поэтому стараемся, работаем. Работа в любом случае не останавливается. Для того, чтобы стройматериалы не замерзали на стройке, созданы специальные технологические укрытия, температура воздуха в которых не ниже 5 градусов мороза. Опускать мост строители будут в 5 этапов при помощи гидравлических домкратов. Начнут с центральной опоры. Сдать новый мост в эксплуатацию планируют в июле этого года. Ольга Павлова, Константин Головин. События. 20 общественных территорий будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2022 году в Самаре. Все благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Жителям районов представили новые дизайн-проекты пространств. Слово мэрии Елчан. Сразу в нескольких районах Самары прошли общественные обсуждения дизайн-проектов 20 пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство в следующем году. В Красноглинском районе это сквер Узакса и территория УДК «Искра». На встрече жители высказали свои пожелания по проекту. Время еще есть. Предусмотреть, может быть, те же тренажеры более наполнить и разместить, допустим, вдоль тропы здоровья. То есть посмотреть вот этот вариант можно. С 15 по 25 января 2020 года в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в первую очередь должны измениться, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств. На основе поступивших более чем 31 тысячи предложений от жителей был сформирован топ-20, которые сейчас и обсуждают с жителями. Дизайн проекта разработан департаментом городского хозяйства на территории всех девяти районов. Мы предлагаем жителям. Жители, соответственно, свои предложения, замечания высказывают. Мы это все учитываем, заносим в протокол. После доработок с учетом предложений и пожеланий жителей 20 общественных территорий вынесут на рейтинговое голосование. Мэрия Елчан, Максим Гусев, События. На минувшей неделе в России вспоминали о подвиге советских военнослужащих в Афганистане. 32 года назад последний солдат покинул зону боевых действий в этой стране. Среди воевавших был и кавалер трех орденов Красной звезды Александр Серендеев. По его воспоминаниям военнослужащие Центрального военного округа устроили реконструкцию памятного эпизода одной из битв. В атмосферу погрузился Михаил Ермоленко. На службу в учебное подразделение Туркестанского военного округа Александр Серендеев заступил весной 1986 года. Там готовили разведчиков для выполнения особых заданий на территории Афганистана, где вовсю велись боевые действия. Служил Александр в провинции Кандагар. Вспоминает ситуацию, когда вместе с боевыми товарищами не только сумел вывести мирных жителей из-под обстрела, но и взял в плен несколько боевиков. Конечно, память о боевых товарищах всегда в голове. И даже в сны сняться, это не секрет, как говорится. И от этого уже не уйдешь, не забудешь и учебку, и Афганистан, и ранения, и кровь, и потери боевых товарищей. Это все в памяти. 15 февраля в России отмечают День вывода войск из Афганистана. Специально для Александра в этот день служащие Центрального военного округа провели парад, где устроили реконструкцию самого памятного боевого эпизода ветерана-интернационалиста. Был продемонстрирован один из эпизодов, один даже из элементов боевых действий, где участвовал наш ветеран до Афганской войны. Мы попытались воссоздать, и по его оценкам все было на уровне, все сделали правильно. Для имитации боя на плац вывели два бронетранспортера БТР-80, задействуя все его орудия. Стреляли, конечно же, холостыми патронами. В завершении реконструкции ветераны проводили торжественным маршем под военную музыку. Для этого в бригаду был специально прикомандирован военный оркестр Самарского гарнизона. На минувшей неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил нового министра культуры региона. Как сообщал раньше телеканал «Самара ГИС», пост заняла Татьяна Мордуляш. В этой должности она сменила Бориса Илларионова, который занимал кресло министра культуры области с 2019 года. Подробности в нашем сюжете. Новый министр культуры Самарской области Татьяна Мордуляш окончила Оксфордский университет и до декабря 2020 года занимала пост директора по развитию Государственной Третьяковской галереи. На посту министра она сменила Бориса Илларионова и выразила уверенность, что им еще удастся эффективно поработать вместе, а также поблагодарила его за вклад в развитие культурной жизни региона. Я надеюсь, что моя работа на этой должности будет не менее успешной. Я надеюсь, конечно же, что культур займет важное место в жизни каждого жителя Самарского региона. Включая все присутствующие. Да, включая все присутствующие. Встречаться в театрах и музеях, а не только в Белом доме, станет для нас доброй. По словам губернатора Дмитрия Азарова, к культурной жизни области Татьяна Мордуляш и раньше имела прямое отношение. Будучи заместителем директора Третьяковской галереи, она способствовала открытию филиала на Самарской земле. Напомним, он разместится в здании Самарской фабрики кухни и в полную силу начнет работать в 2022 году. И этот проект, он остается приоритетным, его мы с вами уже и в новой должности должны довести до конца, безусловно. Потому что это огромный творческий прорыв будет и прорыв культурной жизни для нашего региона, никаких сомнений здесь нет. Татьяна Мордуляш является вдохновителем и других культурных событий области. В частности, она была одним из организаторов фестиваля «Волга-фест». Губернатор Дмитрий Азаров попросил коллег поддержать министра на начальном этапе работы и создать комфортную командную атмосферу. Виктория Шарая, события. Картины из золотой коллекции «Авангарда» Самарского областного художественного музея в домашней библиотеке. В Самаре вышел каталог «Непрерванный полет», который объединил репродукции более сотни картин из собрания художественного музея. Информацию о полотнах для издания собирали почти 10 лет. Подробнее расскажет Мария Левина. Татьяна Петрова работает в областном художественном музее уже больше полувека. Рассказывает, золотая коллекция русского «Авангарда», которая бережно хранится в его стенах, рисковала обеднеть дважды. Впервые во время гражданской войны. Позже, уже при советской власти, когда был издан приказ, избавиться от всех художественных произведений в духе «Авангарда» и не только. Но уничтожить шедевры рукохранителей не поднялась. Работники музея спрятали картины дома. Так удалось сохранить большую часть золотой коллекции, а также познакомить с ней весь мир. В 90-е годы они их отреставрировали, и они стали, ну, такой очень большой ценностью. Нас стали просить эти вещи давать на выставки, на выставки за рубеж. Таким образом мы показали их и на всех континентах. Вот насчет Африки только я не уверена. А вот, значит, Европа, Азия, Австралия, Америка, везде были наши вещи «Авангарны». В собрании художественного музея более ста картин авангардистов. В течение десяти лет информацию о каждой из них собирали по крупицам. Потом еще год потребовался на то, чтобы все проанализировать и издать каталог. Около двухсот страниц, которые погружают в мир передового искусства, как назвали авангард в начале прошлого века. Переблет издания украшает работа Ольги Розановой «Полет аэроплана». Определенный смысл вложили и в название. Мы назвали этот каталог «Непрерванный полет», поскольку могло бы случиться так, что она бы не дожила до сегодняшних дней, если бы не сотрудники нашего музея, если бы не хранители, которые в свое время совершили подвиг. Меньше года, это и днем, и ночью, это штудировались материалы. Опять же, здесь есть и история каждого из художников, есть весь наш авангард, именно каталог авангарда и замечательные статьи. Сейчас коллекцию авангарда в Самарском художественном музее готовят к масштабной выставке. 25 февраля откроют двери отреставрированный мраморный зал, стены которого украсит работы Малевича, Попова, Степанова и других знаменитых художников-авангардистов. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. 18 февраля во всем мире отметили День батарейки. Главные источники питания бытовых приборов изобрели в 1868 году. Но только в последнее время люди начали задумываться об их правильной утилизации. Содержимое одной батарейки способно отравить до 20 кубометров почвы и более 400 литров воды. Сейчас все больше экоактивистов собирают мусор раздельно. Появилась новая профессия – эко-тренер. Наш корреспондент Михаил Ермоленко пообщался с людьми, которым небезразлично будущее планеты. Оксана Сергеева рассказывает, о экологических проблемах планеты стало задумываться давно, но только три года назад решила собирать мусор отдельно. Сегодня, во Всемирный день батарейки, девушка пришла сдать накопившиеся старые аккумуляторы на переработку, как полагается, в специальные контейнеры. Нет какого-то такого события одного, после которого я прям все погрузилась глубоко в тему. Наверное, это накапливалось, везде по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это, знаете, летающие бахилы по городу, там, связка шариков в лесу. С детства у нас есть загородный дом, водоем там с каждым годом все грязнее и грязнее, именно пластиковыми отходами. Выбрасывать в грунт испорченные батарейки нельзя. Они содержат цинк, марганец, кадми, никель и ртуть. При разложении один такой аккумулятор способен отравить до 400 литров воды и до 20 кубометров почвы. Такие контейнеры для приема испорченных батарейок находятся практически в каждом крупном магазине электроники. Кроме этого, батарейки можно принести и сдать в университетах. Полный же список мест приема токсичных отходов можно посмотреть, набрав в поисковике словосочетание «Ресайкл Мап». Ну а пока что внесем свою небольшую лепту в улучшение экологии нашего региона. Если вы решили помочь планете, приготовьте не менее 20 контейнеров для раздельного сбора мусора. Один только пластик делится на 8 видов. Отдельно собираются токсичные отходы. Лампочки и батарейки, макулатуры и металлы. Причем алюминий нужно сортировать отдельно. Чтобы не запутаться на первых порах, начинающие активисты-экологи нередко обращаются за консультацией к экотренерам. Анастасия Государева консультирует неравнодушных к будущему планеты людей уже два года. Она точно знает, те, кто сортирует отходы, перестает использовать слово «мусор». Каждый выброшенный листок бумаги или пакет из-под хлеба – это ценное вторсырье. В кухонном ящике она обустроила мусоросортировочный склад. Тут у меня отдельно, да, там крышечки, стрейч-пленка, здесь мешочек для алюминия, есть специальная коробочка для разного вида пластика. Ну, тут я, конечно, сейчас не объясню, как они отличаются. Вот тут у меня для мягкого пластика, здесь мешочек для бумаги, отдельно пупырчатая пленка, ее тоже принимают на переработку. Девушка вовлекла в процесс раздельного сбора отходов всех соседей. В подъездах ее дома установили спецконтейнеры для макулатуры, батареек и крышек. Я подумала, что хорошо, чтобы это было более доступно, по крайней мере, то, что я могу сделать, ну, я могу вот в своем доме, да, во всех подъездах установить и там раз в месяц, допустим, забирать оттуда батарейки на переработку. Сейчас в Самаре есть много мест для сдачи отсортированного мусора, то есть потенциального вторсырья. В первую субботу месяца любой желающий может принести макулатуру, стекло, металл, а также пластик на утилизацию по адресам, указанным на сайте Recycle Map. На вырученные от переработки средства активисты покупают корма для животных из приютов, направляют деньги в детские дома и дома престарелых. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Несладкая жизнь. По статистике, россияне стали реже покупать сахар. На фоне активной агитации диетологов в стране растет число сторонников правильного питания. Действительно ли вредно есть сахар и чем его можно заменить, расскажет Гульфия Асафина. Наталья Мажарова убежденная сторонница ЗОЖ. Будучи инструктором, занимается йогой каждый день. Придерживается определенных правил питания. Не ест мясо, раз в неделю практикует голодание. А еще периодически устраивает сахарные детоксы. Уверена, сладости необходимо полностью убрать из рациона. Я заметила, что становится меньше энергии, если я ем сахар, несмотря на то, что быстро он ее может восполнить. В моей перспективе вообще отказаться совсем от сладкого, даже от сухофруктов. Соль – это белый яд. Ага. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захарна, маш с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще трава. Тренд на правильное питание зародился еще в 80-е, на заре эры массового увлечения фитнесом. Но тогда злейшим врагом считался жир. А сегодня, благодаря футблогерам, в моду вошла так называемая кето-диета. Жиры вдруг стали друзьями, а вот углеводы, в том числе и сахар, провозглашены не больше не меньше главными злодеями. Почему у нас такая проблема у большинства со сладким? Почему мы зависимы? Потому что мы все в большинстве неправильно питаемся. И, как правило, очень у многих людей вот эта зависимость со сладкого – это недостаток полезных жиров. Кето-питание – это именно последние полезные жиры. Многие последователи правильного питания конфеты делают сами, в домашних условиях. Такой хендмэд все чаще предлагают и в самарских кафе. Безглютеновые эклеры наполняем сгущенкой. Сгущенка делается тоже заменителем сахара, эритритом и пюре яблочным и вареным. Полезные некалорийные сладости, в составе которых ни грамма сахара и лактозы. Сладкий привкус придают заменители сахара – мед, эритрит, кленовый сироп, финики. Такие конфеты не приводят к гипертонии, диабету и раннему старению, уверены сторонники эко-питания. Впрочем, медики и на заменители сахара смотрят с недоверием. Объясняют, разница между ними ничтожно. Данный продукт содержится в меде, содержится глюкоза, либо фруктоза. То есть это простые сахара, которые быстро сваются, дают быстрое повышение глюкозы в крови. Поэтому они не являются заменителями сахара, они являются аналогами. Совсем отказываться от сладкого нельзя. Глюкоза, то есть продукт распада сложных сахаров, нашему организму необходимо, подчеркивают врачи. Это один из главных источников энергии. Поэтому, когда мы тратим много сил на умственную или физическую работу, так хочется чего-нибудь сладенького. Но вестись на поводу у хитрого ума не стоит, остерегают эксперты. Полезная глюкоза также содержится во всех ягодах, фруктах, бобовых и злаках. А норма сладкого, по последним рекомендациям от 2020 года, это две-три дольки горького шоколада, одна конфета или пара мармеладок, зефира и пастилы. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. Новый проект «Космические старты Самары» запустили в регионе в честь 60-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина. Около 10 коротких информационных видеороликов с участием лидеров космонавтики будут созданы к 12 апреля. На съемках дебютной встречи побывала Гульфия Сафина. Она расскажет, кто стал героем первого фильма. Поехали! Почетный гражданин Самары Геннадий Петрович Аншаков посвятил более 50 лет научным разработкам надежных ракет-носителей среднего класса. Именно при его непосредственном участии созданы самые массовые средства выведения, такие как молния и все модификации Союза. Сегодня Геннадий Аншаков стал первым героем проекта «Космические старты Самары». Рассказывает о том, как развивалась самарская космонавтика. Нас хорошо подготовили. Дмитрий Ильич Козлов сумел организовать стажировку в АКБ-1 в самых лучших отделах предприятия этого АКБ-1. В настоящее время спутников нашей разработки, вот самарской, около тысячи уже сделано и летали они. Ракет-носители сегодня тоже запусков около двух тысяч. Вот благодаря такому, такой реализации и стала Самара, как говорится, космической. В честь первого запуска человека в космос сегодня стартует проект «Первые старты Самары». До юбилейной апрельской даты в Самаре пройдут съемки коротких видеороликов о предприятиях и людях, которые и сделали Самару космической. Конечно, космическая. А как же? Вот 15-го числа улетел грузовик. Он же улетел на чем? На нашей ракете, которая изготовлена у нас здесь, в Самаре. В запуск участвовали мы, самарцы. Мы обеспечиваем этот полет. Сейчас на заводе «Прогресс» в ЦСКБ разрабатывается новая, более мощная ракета. Так что все это будет продолжаться. Познавательные ролики с участием ключевых фигур космической отрасли станут полезным ресурсом для студентов профильных вузов и простых жителей, уверены организаторы проекта. Мы запишем серию видеороликов, видеофильмов, в которых будут рассказывать о своей истории, о истории ракетно-космической отрасли, о истории предприятий, о истории изобретений не только космических, но и тех, которые потом вошли в фонд нашей всей народно-хозяйственной отрасли. Все материалы будут опубликованы на открытых интернет-ресурсах Общественной палаты Самарской области, без знака «Копирайт», то есть для открытого пользования. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События. Поехали! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!